Отвези меня к роддому, отец. Помнишь? Ну а пока Шарапова везут в роддом, я вам расскажу, как сыграть эту мелодию. Я, кстати, очень долго пытался ее найти, но никак не мог найти на просторах YouTube, интернета. Вот эту мелодию. Если кто знает, подскажите, пожалуйста, потому что я очень долгое время пытался набрать ее по нотам. Итак, поехали. И мы будем использовать GarageBand. В данном случае это именно устройство как клавишное. Будем использовать именно этот инструмент. И обратите внимание, здесь у нас сразу же выбраны, так сказать, ноты. Но нам нужно выбрать именно панель с клавишами. Супер. Именно вот здесь мы и будем наигрывать. Здесь мы можем сустейн. Это мы выбираем, так сказать, протяженность наших нот. Чтобы они были несколько продолговатыми. Также я вам сейчас хочу показать, что я играю в основном не клавишами, а именно выбираю себе лады. И покажу сейчас, как с ними работать. Обратите, пожалуйста, внимание, что именно в GarageBand очень удобно как раз таки создавать музыку. Вот, обратите внимание, вот здесь лады. И я выбираю или мажор, пентатонику и так далее. Очень легко набирать какую-нибудь мелодию. Особенно вот именно с этими ладами. Сами можете попробовать. Именно приложение GarageBand доступно на iOS-платформе. Будь то на iPhone или на iPad. И вы можете сыграть любые мелодии. При помощи вот этих ладов очень легко набирать различные мелодии. Здесь у нас настройки, где мы можем, например, настроить громкость нашей дорожки. Компрессор помогает увеличить глубину звука. Дальше уже высокие частоты или низкие частоты. Можно, так сказать, по вкусу себе выстроить. Дальше настройки, с которыми мы будем работать, это эхо и ревербранция. Обязательно выберите эхо, чтобы оно совпадало, как бы, ну, больше, так сказать, была протяженность звука. Каза Драл. Лучше оставить, мне кажется, его. Да, я думаю, звучание весьма неплохое получается. Вот мы и настроили наш аппарат. И теперь давайте попробуем сыграть эту мелодию из фильма. Ну, как устраивает тебя такой вариант? Продолжение следует... Продолжение следует...